МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонту дамбы 10 лет. В текущем году планируется выполнить ремонт дороги протяженностью 700 метров. Когда начнутся работы? Помоги собраться в школу. По мелочи, по мелочи набирай сервисы. Благотворительная акция стартовала в Нижнекамске. Лжеперерасчет пенсии. Он напугал ее тем, что к ее средствам якобы получили доступ мошенники. Как Нижнекамка лишилась 135 тысяч рублей. Авторские муралы и скульптуры от известных уличных художников. Ориентируясь, отталкиваясь от запросов жителей города, создают идеи и эскизы. В Нижнекамске появятся новые яркие пространства. Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Вера Вирца. Здравствуйте. Ремонту на Нижнекамской дамбе быть власти города подтвердили информацию о том, что уже скоро на дороге, которая сейчас находится в ненадлежащем состоянии, начнутся работы. Проведут их в три этапа. Участник от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка отремонтируют по госпрограмме. Подробности у Александра Халина. Дорога по дамбе. Которая проходит от понтонного моста до Ильинки. Вошла в государственную программу ремонта подъездных путей. Садоводческие некоммерческие товарищества. В текущем году планируется выполнить ремонт дороги протяженностью 700 метров. В следующем 2025 году отремонтируют еще чуть больше километра дорожного полотна. Полностью же завершить работы на участке от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка планируется в 2026. Войти в госпрограмму было непросто. Данная территория относится к Елабужскому району. Именно в бюджет наших соседей и поступят средства на ремонт. Правду убеждать и доказывать в различных министерствах о необходимости работы пришлось нижнекамским чиновникам. Автолюбители, конечно, эту новость восприняли с большим оптимизмом. Новость хорошая. Если так, то машина нужна. Сколько мы это? Грови. Так-то. Это молодцы. Ждем, не дождемся. Ездить невозможно. И машину разбиваешь, и все. Ждать осталось недолго. Первые единицы спецтехники на этом участке должны появиться в середине августа. Первые 700 метров, конечно, полностью не снимут вопрос с повестки дня, но точно существенно снизят напряженность. Александр Халин, Александр Лихачев, Максим Липин. Новости НТР. На ремонт дорог в двух селах Нижнекамского района готовы потратить около 8 миллионов рублей. Так в порядок приведут участок дороги на улице Ленина в селе Красная Патка. А также ремонт ждет дорожное полотно на улицах Советская и Парковая в Верхних Челнах. Кроме того, зайдут на участок от улицы Молодежная до кладбища и в переулок между улицами Тукая и Советская. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок России. Подрядчика выберут в первых числах августа. Из Нижнекамска на службу по контракту с Минобороны Российской Федерации отправилась очередная группа из семи человек. Военнослужащие будут служить в подразделениях Центрального и Южного военных округов, Северного флота и в том числе участвовать в СВО. Добровольцев провожали военный комиссар Газинур Сидиков, представители духовенства и боевого братства, а также родственники. Они пожелали бойцам скорейшего возвращения с победой. Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до полутора миллионов рублей. Каждый месяц военным выплачивают от 210 тысяч рублей и выше. 15 тысяч на ребенка. Именно такая сумма по подсчетам нашего корреспондента требуется, чтобы собрать одного ученика в школу. Если детей несколько, то подготовка к учебному сезону может стать проблемой. Ежегодно на протяжении последних 17 лет многодетным и малоимущим семьям ее решить помогают неравнодушные люди, предприниматели и депутаты. Акция «Помоги собраться в школу» снова стартовала. Сейчас на студенческой 9 идет сбор канцелярских и других школьных принадлежностей. По мелочи, по мелочи набирается очень крупная сумма. У Светланы Извозчиковой четверо детей. Двоих к первому сентября нужно собрать в школу. С учетом того, что женщина в декрете, а работает только муж, задача посильная, но непростая. Поэтому она подала заявку на участие в ежегодной акции «Помоги собраться в школу». Я стараюсь в течение года это подкупать. Потому что в один месяц, чтобы сразу откупить, это нереально. Ручки, тетради, карандаши, фломастеры, краски и еще большое количество наименований канцелярских изделий. Ранец, школьная, спортивная форма, обувь. Весь комплект в зависимости от качества может обойтись в десятки тысяч рублей. В этом году, чтобы собрать ребенка в школу, необходимо примерно 15-20 тысяч. Это, если учетом школьной формы, спортивной школы, рюкзаков и, конечно же, констоваров. Вот такая, скажем так, большая сумма. Если умножить эту сумму на два или даже три, именно столько детей некоторым семьям нужно собирать в школу, то подготовка к учебе может стать серьезной проблемой. Ежегодно в помощь многодетным и малоимущим семьям объявляется акция «Помоги собраться в школу». Постоянные ее участники – это неравнодушные граждане, предприниматели, депутаты, представители администрации. Рахиля Курбангалеева тоже каждый год набирает для получателей помощи корзину различных канцтоваров. Не жалко же детям хотя бы альбом, красочка, пластилин. Призываю всем жителям, наших горожан, соседей участвовать на этой акции. Акция направлена на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, приемным детям, детям из семей вынужденных переселенцев. Второй год особое внимание направлено на детей, чьи отцы служат в зоне специальной военной операции. Мы приглашаем принять участие в акции всех неравнодушных граждан нашего города. Предприниматели, руководство крупных организаций, формирование канцелярских наборов, рюкзаков, школьной формы и обуви. Только за прошлый год за счет благотворительных взносов депутатов Единой России удалось собрать почти 350 тысяч рублей и подготовить к школе детей из 124 малообеспеченных семей и 17 семей участников специальной военной операции. В целом же в этой акции объединяется весь город. И цифра, оказанные помощи, во много раз выше. Сделать свой вклад может любой желающий. Один из пунктов сбора вещей расположен в общественной приемной местного отделения партии Единая Россия по адресу Студенческая, 9. Алмас Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Непогода сегодня вмешалась в планы татарстанцев. Ливень с градом в Казани, смерч в набережных Челнах и районе аэропорта Бегишева. В Нижнекамске стихия бушевала всего несколько минут, но не прошла бесследно. О последствиях непогоды. Анжелика Степанова. Перевернутые самолеты, сорванная металлическая обшивка и упавший забор. Последствия смерча, который прошел над аэропортом Бегишева. Кадры вихря, сносящего все на пути, успели заснять очевидцы. К счастью, до Нижнекамского района он не добрался. Крышу сносит, смотрите. Крышу сносит. Вертолет тоже. Однако непогода все же успела внести свои коррективы в жизнь города. Во время дождя Айграда рядом с торговым центром Якорь образовался фонтан. К ситуации люди отнеслись спокойно. Буквально через 10 минут стремительный поток прекратился. Примерно такая же картина была на проспекте Мира. Некоторые водители заранее продумали свой маршрут. Другие все-таки успели пострадать от наводнения. Получили гидроудар или потеряли госномера. А это уже обстановка в парке имени Габдулы Тукая. Серьезных повреждений здесь нет. Сильный ветер успел лишь поломать ветки нескольких деревьев. Дворники подождали, пока ливень закончится и начали наводить порядок. Управились за 40 минут. Есть среди горожан и те, кто встретил дождь с радостью. Это маленькие нижнеканцы, которые собрались вокруг воды, как только погода утихла. Водичка вам теплая. Вы, наверное, единственные рады дождю-то. Да. Вот там выходили, вот там вообще-то пошло. Все будет еще нормально. Ну, хорошо. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. ЛЖ-перерасчет в пенсии Нижнекамка лишилась 135 тысяч рублей. Мошенники действовали по старой отработанной схеме. 60-летние женщины позвонили сначала якобы с пенсионного фонда. Далее последовал звонок от сотрудника казначейства. Подробности истории в сюжете далее. 60-летней пенсионерке позвонили якобы с пенсионного фонда. Сообщили, что и полагается перерасчет пенсии с последующим получением компенсации. В трудовой книжке женщины был отражен не весь трудовой стаж. Поэтому она поверила собеседнице. Не задумываясь, продиктовала номер, который поступил ей СМС-сообщением. Затем пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником федерального казначейства. Он напугал ее тем, что к ее средствам якобы получили доступ мошенники. И чтобы обезопасить свои деньги, ей нужно перевести их на безопасный счет. Нижнекамка так и поступила. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. В результате она потеряла 135 тысяч рублей. К сожалению, пенсионерка пополнила статистику обманутых. Ежедневно в России на уловки мошенников попадаются десятки пожилых людей. У преступников отработана целая схема, где методом убеждения они присваивают себе чужие средства. Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, достаточно помнить несколько простых правил. Во-первых, не действовать по указке позвонившего. Знать, что при звонке клиент сотрудник банка, сотрудник иных служб, в том числе полиции, никогда не просят сообщить ему реквизиты карты и совершать какие-либо операции с картой, в том числе под предлогом помощи по защите денежных средств якобы от злоумышленников. Разумнее всего прекратить разговор и перезвонить в банк или в службу позвонившего, откуда якобы звонит данный злоумышленник, по тому же официальному номеру, который имеется у нас в интернете. Ну и в-третьих, обязательно необходимо советоваться с близкими, не предпринимать необдуманных решений. Помнить, что задача мошенников – не дать жертве все обстоятельно обдумать. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости, НТР. Нижнекамский городской суд приговорил 39-летнего мужчину к лишению свободы за неоднократные случаи вождения в нетрезвом виде. В 2022 году мужчина был осужден по уголовной статье за пьяную езду. В мае этого года он снова попался нетрезвым за рулем. Суд назначил ему один год колонии-поселения. В 5,5 лет ему нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Кроме того, конфискован в пользу государства автомобиль осужденного. На трассе в Нижнекамском районе столкнулись трактор и автомобиль. Авария произошла сегодня около 5 часов утра, недалеко от села Сухарева. На видеозаписях с места аварии видно, что у машины повреждена передняя часть, а трактор от удара опрокинулся. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по ватсап на номер 8 917 93 73 077. В Нижнекамске появятся новые яркие пространства, которые сделают город интереснее и будут отображать его идентичность. Первые масштабные картины на стенах домов жители и гости города смогут увидеть уже в августе. Всего же в ближайшее время город украсят порядка 10 муралов и несколько скульптур. В центре базы горожанам презентовали паблик-арт-программу «Камон». Это совместная работа Сибура и городской администрации. Наш корреспондент расскажет подробнее. Авторские муралы и скульптуры от известных уличных художников со всей страны в ближайшее время появятся в Нижнекамске. Это будут не точечные работы. Все они – результат большой паблик-арт-программы «Камон» и будут отражать идентичность города. Ориентируясь и отталкиваясь от запросов жителей города, создают идеи и создают эскизы. И мне такой подход очень нравится, потому что он правильный. В взаимодействии с городом, с горожанами мы создаем какие-то проекты, которые будут появляться уже в Нижнекамске на фасадах и в том числе в горами скульптур. Реализовывать паблик-арт-программу в Нижнекамске будет продюсерская команда «Стенка» из Екатеринбурга. Объекты городского искусства мы будем делать с художниками разного уровня. Мы пригласили в город художников федерального формата. Когда мы проводили встречи с жителями, они приходили вместе с нами, погружались в среду, гуляли с нами по городу, изучали объекты, смотрели, где сделать лучше. Преображать город, делать его ярче и интереснее будет Сибур совместно с администрацией и жителями города. Для этого в Нижнекамске провели большую подготовительную работу. В город пригласили художников федерального уровня. Вместе провели исследования, сделали срез мнений горожан, выяснили, каким бы они хотели видеть свой город. Программа подарит городу новый облик. Это быстрый вау-эффект, о котором будет говорить как в СМИ, так и жители города. К примеру, в других городах, когда появлялся Мурал, он становился как событием не только городского масштаба, но и всероссийского. Лично я надеюсь, что паблика-программа станет фестивалем ежегодным. Прежде всего, это для жителей, которые заинтересованы о том, чтобы город развивался, стал красивым, более уникальным. Можно даже сказать, в рамках этого фестиваля жители приобретут некий свой уникальный культурный код. Уже в августе в Нижнекамск приедут художники из разных городов страны. Именно они будут наносить Муралы на фасады жилых домов. Идеи эскизов пока держатся в тайне. Реализовывать паблик-арт-программу будут в течение двух месяцев. Кстати, паблик-арт – это не только муралы и архитектурные формы. Организаторы планируют провести встречи с жителями, мастер-классы и даже фестиваль уличного искусства. Светлана Шумкова, Александр Лихачев, Новости НТР. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Легкая вам рабочая неделя. Новый парк Сабантуй уже открыт. Более 30 новых аттракционов. А каждые выходные здесь бесплатные праздники. Удобная карточная система и онлайн пополнение. В парке работает карточная система обслуживания посетителей. Карту можно приобрести на кассе парка и стоит она всего 50 рублей. Положить на нее можно любой димозит, который не сгорит. Также в продаже имеются абонементы на 10 и 20 катаний. Приобретая абонемент, вы экономите до 1500 рублей. В парке работает точка питания. Здесь вы можете отведать сахарную вату и сладкий поп-корн. Также в ассортименте есть прохладительные напитки и мороженое. А в жаркий день можете отведать молочного коктейля. В среду 30 июля в Нижнекамске синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. В четверг без существенных изменений, местами дождь. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.